Друзья, давайте рассмотрим четвертое место хранения косметики в условиях постоянных разъездов. Это жестяная коробочка из под конфет. Выглядит она так. Очень красивая и по мере того, как мы использовали, решили коробочку не выбрасывать, а использовать ее в дело. Итак, если вам интересно, продолжайте смотреть. В этой коробочке лежит помада, различные баночки, как тени, пудры, румяна, вот такого размера, которые вошли сюда. Эти тени вы видели в предыдущем месте хранения, в бьюти-кейсе. Поэтому на них не останавливаемся и едем дальше. Здесь у меня есть вот такие шарики. Называются они, называется она пудра в шариках макаронс. Так, я не помню, как это называется на русском. Сладостные мечты, по-моему. Вот. Как видите, шарики очень сильно засаливаются. Так вот, поймаем один шарик. Вот сейчас попробую продемонстрировать. Вот такой сальный налет, восковой. Или они изначально такие плотные и поэтому использую я их мало. Или наоборот, от того, что я их мало использую, они засаливаются. Не знаю, что является причиной, что следствием. Баночка грешит тем, что от нее отрывается крышка. То есть это не очень удобный момент. Вот. И получается, что уже она перестает быть мобильной. Носить с собой ее невозможно. А здесь также есть румяна в шариках. Вот такие мелкие. Пользоваться ими неудобно. Ну, это была такая ошибка Арифлейм. Сами по себе, само по себе средство очень хорошее. Легко набирается. Имеет такой, ну, наверное, рыжеватый оттенок. Почему-то рыжеватый оттенок, значит, близко к персиковому. Ну, все, наверное, зависит от цветотипа, от тона кожи собственного. Вот. Набирать их вот такой кисточкой совершенно невозможно. Потому что получается вот что. Так. Я использую для этого веерную кисть. Румяна в шариках. Естественное сияние. Им, наверное, в лет 15. Не знаю точно сколько. Но, в общем, это второе поколение румян в шариках Арифлейм. Первое было еще тверже. Они не так пылят, как нынешние. И дают очень-очень деликатный румянец, оттенок. Не знаю, как его назвать. В общем, здесь есть и такое тонкое сияние благородное. Очень незримое такое. Ну, деликатное – это самое подходящее слово. И эти румяна отлично скульптурируют. Если их наносить на яблочки щек, то румянец будет очень естественным. Есть еще такие румяна. Тарт. Они тоже, по отзывам некоторых блогеров, набираются с трудом. Но, на мой вкус, ну, вот, в общем-то, на кисть они набираются неплохо. На мой вкус, они тоже дают очень естественный румянец. Без всякого отцвета. Здесь нету элементов сияния. Это не хайлайтер, это чисто румяна. Очень похожий на них, но розовый как бы собрат. Ну, похожий чем? Тем, что тоже дают такой же морозный, естественный румянец. Румяна от Maybelline. Они кремовые. Dream Bouncy Blush. И, в общем, да, те и другие дают естественный румянец. Просто один более персиковый, другой более розовый. Здесь есть палетка хайлайтеров. Палетка корректирующих средств. Называется она официально. Здесь такой пластилиноподобный хайлайтер. Три оттенка светлых, которым можно высветлять яблочек. Подбровная область, подвижная века, спинку носа. Вот так вот пальчиком набрал и по спинке носа провел. И такой носик у тебя аккуратный, деликатный. Темный корректор. Тоже также сияющий. Отлично скульптурирует. Можно выделять по бокам. Нос с боков, например, или скулы прорисовывать. Глубину глаз создавать. И такой средний между ними тоже для разных видов скульптурирования лица. Это от Арифлейм. Компактная тональная основа. И это тонцелоновая кость. Здесь в комплекте идет такая пуховочка-спонжик. Очень мелкопористая такая. Хорошо ей удобно работать. И эти уголки позволяют под глазами делать коррекцию. Единственное, что я очень медленно пользуюсь. И за это время это средство набирает пыль. Всякий пух разный. И лучше становится пылесборником. Это не очень удобно. Также неудобно то, что вот упаковка, крышка, например, не содержит никакого выступа. Нет никакого выступа. Вот только сбоку есть. Сюда можно вставить ноготь. Только с одной стороны. Но это приводит к тому, что крышка может сорваться, что и произошло. Крышка слетает. Крепление ломается. Флор Мар. Это палетка теней. Четыре оттенка. Такой в осенней гамме. Замечательная пигментация. У этих теней отлично набираются. Отлично отдают свой цвет. Держится так неплохо. Но для такой темной кожи, как моя, их приходится очень много накладывать. Этого сияния, которое вы сейчас, возможно, видите, при дневном свете на глазах не видно. Так что они такие атласные получаются в конечном итоге. Здесь есть пудра компактная. Также от Флор Мар. Мне не очень подходит тон моему лицу. Мне все-таки больше идет, когда лицо беленькое. А это какой-то немного розоватый по сравнению с моей кожей. Так что я им почему-то не пользуюсь. Хотя она очень удобная. Но у нее прямо самая такая консистенция. Самая удобная. Она не пылит. Достаточно компактная. Так, еще из тональных средств есть такой тональный. Тональная основа в армии. В фарфоровом цвете. И для меня она слишком светлая. Ну, иногда я некоторые макияжи... Ну, собственно говоря, один припоминаю. Я его делала на камеру, когда делала на Хэллоуин призрака из японского хоррора «Проклятие». Ну, он жидковат и в поры западает. Но здесь, правда, этого незаметно. Редко им пользуюсь, поэтому затрудняюсь. Что-то сказать. Так, это тоже очень интересный продукт. Ветерана Арифлейм. Жортани Голд. Рейтинс Иллюминайзер. Это такой бронзер. Очень такой темный бронзового цвета. И он отлично скульптурирует. У него такое сияние. Вот сейчас какой-то такой шиммер. Очень агрессивный. Но на лице это выглядит не так. На лице он действительно скульптурирует. Можно и боковые. Если его нанести на лицо полностью, то у вас будет такой загар. Дерзкий такой. Еще специальное смягчающее средство здесь стоит. С вишневым ароматом. Бесподобный запах. Прямо мощный такой. Вишня. Вишня с косточками. Очень натуральный запах на мой вкус. Сделан в Индии. Поэтому понятно, что индийцы в естественных ароматах большие доки. Но пользуюсь я редко вообще специальными смягчающими средствами. Как я уже говорила в других обзорах. Карандаш бикини. Карандаш для губ. Такого темного вишневого цвета. Однако шиммер. Сейчас бы он был в тренде, если бы не шиммер. Но иногда можно использовать. Правда я пока не нашла такого макияжа. Чтобы мне подошел. Чтобы обыграть этот красивый цвет. Помада карандаш от Арифлей. Какая-то клубника. Клубничная глазурь кажется. Она же называется. Энергоблеск. Тоже такой агрессивный. Золотистый шиммер. Очень такой. Шиммер. Всем шиммером шиммер. Сияет. Сверкает. Даже до такой степени интенсивности. Что внушает уважение. Я тоже пока не нашла такого макияжа. Чтобы обыграть этот красивый цвет. Еще одна помада карандаш от Литуаль. Бикини. Покупала его как-то летом. Для летних макияжей. Тоже очень красивый. Так. Литуальский. Оранжевый цвет помады. Тоже было как-то лето. Я вносила эту оранжевую помаду. Но она оранжевая. С вот этим блеском. Если поверх нанести блеск. Она становится алой. Тоже очень красивый цвет. Плотный. Правда на следующий год помада себя стала вести не очень хорошо. Когда она растекается. Этот блеск для губ. Арифлеймовский. Он на самом деле был вот такой вот бесцветный. Но окрасился со временем. Помада его окрасила. Он дает объем губа. И может примирить любую помаду. С любой. С любым макияжем. С любым цветом. Вашего лица. Скажем так. Да. Его наносишь. И если до этого помада как-то смотрелась слишком ярко. Никак не вязалась с лицом. Наносишь эту помаду. И все становится на свое место. Губки выглядят отлично. Дальше. Вот еще один такой блеск. От Ева Мозаика. Я его тоже не использовала. Почему-то. Такой нюдовый. Аж белесый. Я даже не знаю в какой степени он прозрачности. Насколько он сияющий. Такой немного зеленоватый что ли. Ну. По сравнению. Для биржи он зеленоватый. Еще один блеск. Арифлеймовский. Это стойкий блеск. Малиновый. Что-то малиновое. Но. Вообще-то он оказался. Больше фуксия. Чем малиновый. И я его. И он стойкий. Но не за счет. Того что. Ну. Не к тем стойким помадам относится. Которые сушат губы. А именно. Очень плотно. 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 Набит пигмент. И. Сколько бы ты ни ел. Ты часть съедаешь. Но он остается на губах. Часть все равно остается на губах. Причем часть большая. Так. Еще одна помада. В таком формате. Устойчивая. Липфинити. От Макс Фактор. Бежевого цвета. Очень она мне нравится. К ней идет. Поверх этой устойчивой помады. Которая очень сушит губы. Нужно наносить блеск. И она не делает. Уж слишком сверкающий губы. Просто такой влажный блеск придает. Губы становятся. Ну просто с этим. С одним. Если только одну помаду нести. То они будут суховатые. Помады тут разные. Студио Арт. Рефлейм. Цвет не помню как называется. На английском. Ход пинг. Насыщенный сливовый. Студио Арт. Содержащая. Рассеивающий. Светорассеивающий комплекс. И это действительно дает помаду. Делает помаду прекрасной. Она очень хорошо смотрится. Ровно ложится. Это еще одна лиловая. Называется. То ли сливовый атлас. Из серии. Сеншуал Виллайт. Чувственный бархат. Не очень красивая. Такая пушлая. Перламутровая. Не нравится мне. Так. Это. Мистерия Красного. Если не ошибаюсь. Из серии. Магия Цвета. То есть. Предыдущая. Сейчас есть помада 5 в 1. А. Это предыдущая версия. Этой помады. Так. Это. Какая-то орхидея. Из магии цвета. Это ребенок. Поломал. Помял помаду. Поскольку мои губы. Синева моих губ пробивается. Через это. Так. Это желтый бриллиант. Вот эти золотинки. На губах не просвечивают. Она просто такая. Вот такого цвета лилового. Тоже очень красивый цвет. Красивая помада. Мне нравится. Я не жалею, что начала ее пользоваться. До этого берегла на подарок. Так. Это. Горячий шоколад называется. И серия Ликмани. Предыдущая. Верни. Сейчас какая-то другая на замену пришла. Так. Это мы смотрели. Это ребенок поломал помаду. И потерял крышку. Светло-бежевая. Не помню точно как называется. Но в общем. Вот такая очень светло-бежевая. Мне не нравится магия цвета. Вообще помада со всей ее предыдущей поколения. И последующей. Что она на моих губах полосит. То есть вот это и вот эти ее собратья. Они полосят на губах. Особенно если тон не подходит. Это значительно светлее. Намного тону светлее маяков. Вот. Особенно в этом случае. Так. Моу Бай Де Ми. Лимитированная серия. Это какой-то вишневый. Не помню какой. Может упоительный вишневый. Вот. Тоже очень красивая помада. Вот она здесь у меня. Цвет плотный. Но я не помню. Как видите. Не я ее и пользовалась. У меня не такой почерк. У меня помада такая. Косой срез имеет. Она не становится такой круглой в использовании. Поэтому ничего не могу сказать. А вот этой помадой пользовалась я. Розовая. Вот. Вот характерный срез для меня. И она значительно светлее мою губу. Тоже полосит. Но в общем все равно я ее пользовалась. И в этой помаде прикольная. Отжимающаяся. Ну то есть. Чтобы ее открыть. Нужно нажать. Кнопочное устройство. На пружинке. Приветствую вас дорогие друзья. Сегодня у нас. Пятое место хранения. Моей косметики. Это такая жестяная коробочка. От подарочного новогоднего набора. И давайте посмотрим. Что здесь есть. Предыдущие четыре места хранения. В предыдущих видео. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.